На полюс В пространстве большом и пустом Где бродят в холодных снегах Недопески следы, заметая хвостом Где бродят в холодных снегах Недопески следы, заметая хвостом На полюс, на полюс, на полюс Славная песенка Как видно, она имеет отношение к той книжке О которой сегодня пойдет у нас речь Имеет, но мы узнаем об этом немного попозже Книга называется Недопесок Хорошее название Но все-таки интересно у вас, как у автора Спросить, что означает это слово Недопесок Да что вы, Николай Владимирович, неужто не знаете? Ну это, наверное, такая маленькая собачка Недособачка То есть, щенок, да? Вот уж нет Недопесок это и вправду щенок Но это щенок песца Того пушистого и гордого зверя Что живет в полярной тундре Ах, вот в чем дело А у песцов ведь очень красивый мех Очень красивый Такой красивый, что их даже разводят на специальных фермах Выводят новые породы Так, 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 так Я слышал об этом Ну так что, Николай Владимирович Открываем книжку? Открываем Ранним утром 2 ноября Со зверофермом Шага Бежал Недопесок Наполеон Третий Он бежал не один, а с товарищем Голубым песцом за номером 116 Вообще-то за песцами следили строго И Проскоюшка, которая их кормила Всякий раз нарочно проверяла Крепки ли на клетках крючки Но в то утро случилась неприятность Директор зверофермы Некрасов Лишил Проскоюшку премии Которая ожидалась к празднику Ты прошлый месяц получала А теперь пускай другие Ох, вот как! Да, да Другим премию выдал? А женщину с детьми без денег на праздник оставил? Где ж у тебя дети? Как это где? Да У сестры? Тройня? Душа Проскоюшки окаменела У нее от гнева даже язык онемел Рухнула премия Вместе с нею рухнули предпраздничные планы В жизни она видела теперь только два выхода Два Два выхода Кинуться в омут В омут Кинуться Или перейти На другую работу Чтобы директор знал кому премию давать От обиды и переживаний Проскоюшка впала в какое-то Бессознательное состояние Равнодушно покормила она песцов И две клетки Забыла запереть Подождав, когда она уйдет в теплушку Наполеон Третий Выпрыгнул из клетки И рванул к забору А за ним последовал изумленный голубой песец За номером 116 Настало время обеда И по звероферме разнесся металлический звон Это песцы стали играть на тарелочках Крутить свои миски-пайлушки Миски эти Вделаны в решетку клетки Так ловко Что одна половина торчит снаружи А другая внутри Услыхав звон Проскоюшка побежала Кормить зверей Скоро добралась она до клетки Не до песка Наполеона Третьего А-а-а-а Наполеонша Проскоюшка заглянула в клетку И глаза ее Окончательно померкли Кормовая смесь Вывалилась из таза На резиновые литые сапоги Цепляясь кормовым тазом За доску показателей В кабинет директора Вбежала Проскоюшка Она застыла посреди кабинета Прижала таз к груди Как рыцарский щит Петр Петр Ерофеевич Наполеон сбежал Куда? Ох, беда Беда Отвинтил Лапкой Крючок избежал Ох, горышка снимал Снимал Сто шешнадцатый Беда Беда Голубой Двухлеток Лапкой? Лапкой? Коготком Коготком? Коготочком Ох, Лишенька Ногтиком Подкрырнул А сто шестнадцатый Тоже Ногтиком Вон отсюда Алюминиевый таз Брякнулся на пол Заныл Застонал И выкатился Из кабинета Про директора Некрасова Недаром говорили Что он горячий Горячий человек Директор Некрасов Был тощ и сухопар Он ходил круглый год В пыжиковой шапке На своем посту Некрасов работал давно И хозяйство Вел образцового Всех зверей Знал наизусть А самым ценным Придумывал красивые имена Казбек Чингисхан Маугли Ой, какой мех Наполеона И не белая И не голубая А прям Поднебесная Недопесок Важный Зверь И хоть не стал Еще настоящим Песцом А щенок Недопесок Я очень Его уважаю Мех У Наполеона Особенный Такого цвета Которому И название Подобрать трудно Но мы Подобрали Платиновый А мордочка Была у Наполеона Темная И прямо по носу Рассекала ее Светлая полоса Наполеон Важный зверь Сверхважный Сверхценный Мы выведем От него Новую породу Директор Некрасовскую Вы Поняли меня Бригадир Филин? Понял Товарищ Директор Некрасов Понял Понял Огоню Директор Некрасов И бригадир Филин Кинулись К забору Они мигом Пролезли В дырку И сгоряча В полботинка Побежали По следу Сколько раз Я говорил Заделать дырку Ты к Витепетру Ерофеич Тесу нету Тесу нету Черт Снегу набрал В ботинки Да нет Так нам Наполеона Не догнать Вот что Едем в Ковылкино Там живет Охотник Фрол Ноздрачев А у него есть Гончий пес Это Кобель Не помню Как его зовут Хватало что ли Давила Давила Едем Товарищ Ноздрачев У нас Трагедия Сбежал Наполеон Срочно берите Своего Кобеля И выходите На след Охотник Фрол Ноздрачев Лениво поглядел На директора И повернулся К нему Левым ухом Охотник Имел свой Характер И характер Этот Шептал Ноздрачеву Что трагедия Директора Пока что Его не касается Характер Фролана Ноздрачева Любил сидеть В теплом Магазине С приятелями Я человек Занятой Кобелят Я на след Поставлю Но интересно Что я за это Буду иметь Какие Привилегии Немалые Получите Премию Ага Ну что ж Ну это Тогда ладно Так мы Сразу Идем И сапоги Довела Ко мне Быстрее Товарищ Ноздрачев Догоним Куды он Денется Довела Найдем Едем Вдали От райцентра И главных Дорог Где снег По оврагам Особо глубок И где В связи с этим Царит тишина Деревня Ковылкина Размещена Весной Весной Вырастает Дрова На дворе А осенью Рубят Дрова На траве Там летом В полях Все Стога Да Стога А после Всю Зиму Снега Да Снега Пролезши сквозь дыру в заборе Песцы быстро побежали в поле Но уже через десяток шагов остановились Их напугал снег Который был под ногами Он мешал бежать и холодил бедки Они Родились в клетках И только оттуда глядели на землю На снег и на траву Наполеон Облизнул лапу Снег Оказался слабким И вдруг Почудилось Недопеску Что когда-то Давным Но точно так же Стоял он Среди сверкающего поля Облизывал лапы А потом даже Кувыркался Купался В снегу Наполеон Лег на бок И Перекурнулся Взбивая снежную пыль В драгоценный мех Набились Снежинки А сто шестнадцатый Кувыркаться не стал Наверное потому что Не вспомнил Ничего такого Окунул было в снег морду В нос набились Морозные иголки Сто шестнадцатый Нервно зафыркал Наполеон Отряхнулся Огляделся Наставил нос свой Точно на север И побежал Вперед Через поле К лесу Точно на север Точно на полюс Бежал Недопесок И сто шестнадцатый Поспешил За ним Товарищ Нездрачев Ну давайте Пускайте уже Своего этого Душил На, на, на Давила Да вы не волнуйтесь Товарищ Некрасов Давила Ищи 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 Кому говорю Давай, давай Давилушка Недолго бежал Давила По следу песцов Недалеко От кучи хвороста Учуял он Вдруг Зайца Увидел его след Фыркнул Вправо Влево А после Засунул Свой нос Похожий Чем-то на кошелек Под кучу Иловых веток Задрожал От радости Собачий хвост И вылетели Песцы Из гончей Горячей головы Давила Побежала По новому следу С удовольствием Вдыхая Сладкий Зайчий запах Кто стрелял? Кто стрелял? Кто стрелял? Я вас спрашиваю Ясно Кто Обормот Этот Ноздрачев Ноздрачев Это ты стрелял? Ну я тут Косово Зашиб Только выхожу На просек Косой Чешет И раз Через осинки Он чешет Я раз Через березки Где песец? Где песцы? А песцы-то Наверное Круги делают Директор Некрасов Всего секунду Глядел на охотников Ролана Здрачева Но и за эту секунду Взглядом Успел Многое сказать Оправившись Шапку Директор Повернулся К охотнику Спиной И отправился Обратно На звероферму Погоди Погоди Куда ж? Не, не, не Все А как же премия? Я все тут Кругом знаю Не уйдут Ах Вы не волнуйтесь Петр Ерофеевич Ну побегают Жрать Жрать захотят Через недельку Сами вернуться Да за недельку Они от голода Помрут А если кто-нибудь Как этот Ноздрачок Прихлопнет Наполеона Что тогда? Вот вопрос Ну что же делать-то? Надо Пробовать Маркиза К вечеру Оказались беглецы В глухом овраге На дне которого Медленно Замерзал Черный ручей По оврагу По оврагу Вверх По ручью Добежали они До лесного холма Здесь была Старая заброшенная Барсучья нора 116-й Сразу забился В угол А не до песок Свернулся Колобком У входа Выставил Наружу Морду И глянул Сверху На лес Темнело Из-за Иловых верхушек Взошла Тусклая звезда А за нею В ряд Еще три звезды Яркие И серебряные Это Всходило Созвездие Ориона Плохо спал в эту ночь Директор Некрасов Снились ему Большие неприятности И убытки Которые принес Звероферме Сбежавший Наполеон Дергался Директор Метался Под одеялом Бормотал Что-то Во сне Катя Катенька Дай кисельку Клюковину И проспоговишка Спала неровно Просыпалась Бормотала Била в подушку Кулаками Себе Премию Выдал А женщину С детьми Без денег Оставил Наполеон Ты тоже хороший Ну, идем теперь Не ем Не пим Славно Спал В эту ночь Охотник Фрол Ноздрачев Снился ему Ящик С макаронами Грозно Азартно По-охотницки Храпел Ноздрачев Так храпел Будто Выговаривал Фамилию Знаменитого Немецкого Философа Фербах Фербах Кто-то бежал По следу песцов Вот перескочил ручей И стал подниматься Наверх К барсучьей пещере Наполеон Ощетинился Вздрогнул Зашевелился Куст Можжевельника И низенький Рыжеватый зверь Выскочил Прямо к пещере Это был Самый старый Песец Со зверофермы Которого Звали Маркиз Маркиз Был гораздо Старше Наполеона Уже пять лет Крутил он На ферме Свою пайлушку Он был сильней И властно Прохаживался Теперь по вершине Холма И поглядывал На беглецов Недопеску Это не понравилось Он направил Свой нос Точно на север И стал спускаться С холма Сто шестнадцатый Потоптался на месте И потянулся За Наполеоном Маркиз Не растерялся В три прыжка Обогнал он Наполеона Клацнул зубами У его уха Оттер плечом И Возглавил Бег Третий раз В своей жизни Оказался Маркиз На воле В первый раз Так же как Наполеон Сбежал он И три дня Мыкался по лесам Голодный И ободранный Вернулся на ферму Через год Сбежал Другой Песец По имени Рислинг Дело было летом И следов Беглеца Не могли найти Тогда-то Директор Некрасов Придумал Послать В догонку Маркиза Директор Понимал Что Маркиз Хлебнувший Вольной жизни Обязательно Вернется На ферму И верно Маркиз Вернулся К обеду А за ним Бежал Измученный Рислинг Сегодня Маркиз Попал на волю В третий раз Но никогда Еще так далеко В лес Он не забирался Огибая буреломы Выискивая Будто бы Лучшую дорогу Потихоньку Незаметно Он загибал Загибал Вправо И в конце концов Вывел беглецов Из леса Поставил их К северу Хвостом Прямо Перед ними Легло Неожиданно Широкое поле А за полем Забор И близко Совсем близко Послышалось Тявкание Песцов Кислый Запах Кормовой Смеси И пронзительный Родной звук От песцы Играли на тарелочках У дырки В заборе Маркиз Остановился Он Обернулся К спутникам И гриво Вильнул хвостом В сторону Зверофермы Давайте Мол Вернемся Ребята Пожрем Выспимся А там Видно будет 116 Сразу Обрадовался Запрыгал Восторженно Вокруг Маркиза Устал 116 От этой Бестолковой Беготни И чувствовал Себя сейчас Путешественником Который После долгих Странствий Вернулся Домой Это тебе Это тебе Чингисхат Что же тебе Дело Это у нас Кристаллина Дело 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 Петр Керафеевич Тесы Не хватило Тесы Себе Не бой Премиум Выгидал А женщины С детьми Звон Запах Голоса Разбередили Наполеона Поник вдруг Наполеон И мех Его драгоценный Обвис Обмяк Потускнел Что же это такое Откуда Снова взялась Звероферма Задумался Недопесок Наполеон Третий Сел По собачьей В снег Маркиз Подскочил К Наполеону Весело Куснул Его за ухо И попятился Годырки В заборе 116 Потянулся За ним Когда уже Голова Маркиза Скрылась В сели Наполеон Заскулил Маркиз Остановился Оглянулся Удивленно 116 В этот момент Принял Недопесок Решение Тряхнул Императорской Головой И на глазах Превратился Из побитой Собачки В настоящего Песца Платиновым Своим Бесценным Хвостом Повернулся Наполеон К ферме А нос Установил Точно На север И побежал Потихоньку Обратно По своим Следам Маркиз Не ожидал Такого Поворота Он хотел было Догнать Беглецов Но уж сам Преустел И болелся Опоздать К обеду 116 Растерялся Душа Его Рвалась На части Одна часть Так и хотела Нырнуть В дырку Забора Пожрать Выспаться В другой же Части Его души Зрело Чувство Товарищества Все-таки Вместе С Недопеском Они бежали Вместе Страдали Виновата Заскулил 116 Будто Извиняясь Перед Маркизом И как Собачка За хозяином Потрусил Через поле Вслед За Наполеоном Третьим А что же Дальше Случилось А пускай Об этом Расскажет Герои Передачи Директор Зверфермы Некрасов Лишил Мне премии А у Сестры Моей Трое Детей Ну Я И расстроилась А чего А чего Он лишает Я работаю Буквально Как зверь С утра И до ночи А он Чего делает А Он Чего делает Да я ему Все глаза Если надо Погоди Проскоюшка Это не рассказ Успокойся Что Дальше Было А то что она Разине Две клетки Забыла Запереть Вот Наполеон И рванул Тогда мы С бригадиром Ринулись В погоню В заборе То дырка Была Сколько раз Я говорил Заделать дырку И ведь Петр Ерофеич Тесу Нет Да Значит Сбежал Медопес Наполеон Третий А с ним И 116 Голубой Двухлеток Ну-ну Рассказывайте Рассказывайте Ведь вы же Автор передачи Вы все знаете Песцы Пересекли поле И попали на проселочную дорогу Снег смешался здесь с грязью и песком Получился желтый кисель Но дорога шла точно на север И Наполеону нравилось Что на ней почти не остается следов Вдруг он услышал какой-то страшный звук Беглецов догоняла грузовая машина Недопесок прыгнул в кювет и затаился А 116-й припал к земле и накрыл голову лапами Шофер Шамов с изумлением глядел на пушистого зверя Пышным пластом лежащего на дороге Из кабины видно было Как швелит ветерок жемчужный мех Ах, серая лиса Ух ты Серая лиса Чего же делать-то? Надо подшибить А вот чем Всем подшибить Ах, вот он Гаечный ключ Шамов вытащил из-под сиденья гаечный ключ Высунулся из кабины и швырнул из арчех сил Ах, перелет Ах, плоскогубцы Так Ух Недолет Ах, еще бы гаечный ключ Но больше гаечных ключей у него не было Волнуясь, он скинул телогрейку И вылез из кабины Развернул телогрейку Как огромное промасленное крыло И стал подкрадываться к 116-му Не доходя двух шагов Шамов прыгнул И накрыл песца телогрейкой Прижал коленом к земле Куда ты это? Ах, поймал Серую лису поймал Серую лису поймал 116-й не дергался, не кусался Он потрясенно смотрел на шофера Шамова И не мог понять, что это такое Это надо же Вот она, лиса Серая в тело Гречку завернутая Но я даю Серую лису поймал Постой, постой Да это же не лиса Чего же это такое? Ах Это, наверное, со звера фермы зверь Так Что же делать? Что делать? А, шкуру ободрать И на рынок Ну, я даю А если поймают Посодить? Нет Нет, нет Ну, я даю Надо ее на звера ферму весть Государственная собственность Как-никак Ладно Надоть весть А то еще посодить Эй, тетка Эй, тетка Тетка-строжиха Ну, вы хоть Ну, вы хоть на минутку Чего похожу? Я не строжиха Чего тебе надо? Погляди-ка Попали Шамова по плечам Тащили его в кабинет Расспрашивали, где и как А потом выдали ему премию Двадцать рублей Премия Шамова ошеломила Он долго мял ее в руках И повторял однообразно Ну, как раз К праздникам Ну, как раз К праздникам Ну, прям К праздникам Да Повезло Шоферу Шамову Не искал он в жизни Никаких чудес Сроду не гонялся За синей птицей И вдруг Серую лесу поймал С тех пор Шофер Шамов Катаясь по дорогам Всегда зорко глядел по сторонам И нарочно имел в запасе Несколько гаечных ключей Но больше Никогда в жизни Серая леса Ему не попадалась Недопесок вылез из кювета И обнюхал место Где лежал Сто шестнадцатый Куда девался его спутник Наполеон не понял Но с дороги решил Поскорей убраться Пока он соображал Из-за поворота Вынеслись два мотоциклиста Не понимая ничего Наполеон спрятался В кювет Упал на землю И закрыл глаза Ух ты Гляди-ка Лисенок Поймаем Ага Ну-ка гони-ка его на меня Обходи Обходи Ага Куда ты? Правее, правее бери Куда ты? Ну смотри Догоняй Это уйдет Нет, так дело не пойдет Мотоциклисты Слезли с мотоциклов И стали подкрадываться Растопырив длинные руки В зазубренных перчатках Похожих на огромных бабочек Наполеон Выскочил из кювета Побежал через поле В сторону От дороги Догоняй Уйдет Уйдет Один из мотоциклистов Неловко поворотил Мотоцикл Грохнулся на обор Второй наехал на него Зацепился колесом Подпрыгнул И вылетел из седла Заварилась на поле Грохочущая каша Из колес и колпаков Страшная Зазубренная Перчатка Соскочила С руки Мотоциклиста И вдруг Подползла К Наполеону Собираясь Видно Схватить его Наполеон Укусил перчатку Изо всех сил Перчатка Запищала С перчаткой В зубах Он побежал К дороге И увидел Что под нею Проложена Какая-то труба Недопесок Нырнул в трубу И затаился Он долго Сидел в трубе Пока не уехали Мотоциклисты Искусенная Мотоциклетная Перчатка Жалобно Попискивала В зубах Наполеона Звала Наверное Хозяина Когда колпаки Наконец уехали Недопесок Вылез из трубы И побежал Вперед На север Перчатку Мотоциклетную Он держал В зубах И она Слабо Трепыхалась Пытаясь Вырваться Теперь Недопесок Бежал Не по дороге А вдоль Нее И заслышав Машину Сразу Прятался За какой-нибудь Кочкой Поле пошло В наклон Опустилось Во враг За врагом Лежала Деревня Ковылкина В дальние Атральцентра И главных Дорог Где снег По врагам Особо Глубок И где В связи с этим Царит Тишина Деревня Ковылкина Размещена Весной Вырастает Трава На дворе А осенью Рубят Трава На траве Там Летом В полях Все Стога До стога А после Всю Зиму Снега До снега Неожиданно Выбежал Наполеон Третий К деревенскому Магазину Уже Стемнело У крыльца Стояла Желтая Дворняшка Дамка Она поджидала Своего Хозяина И вдруг Увидела Недопешка На голос Дамки Из-под крыльца Выскочила Вторая Дворняшка Низенькая Ростом В пол Табуретки Она напоминала Чем-то Поросенка Недопесок Перепугался Попятился Назад Но дамка Кинулась К нему Разинула Острозубую Пасть Наполеон Махнул Головой И Мотоциклетная Перчатка Как большая Противная Жаба Прыгнула Дамке В глаза От ужаса Дамка Пала на землю А перчатка Уселась На нее Верхом Но тут К Наполеону Подскакала Полтабуретка И схватила Его зубами За шиворот Огромное Количество Меху Набилось Ей В пасть А Наполеон Вцепился Острыми Когтями Ей В морду И потряс Хорошенько Наших Бьют Закричала Полтабуретка Со всей Деревни К магазину Стали сбегаться Дворняжки И Скоро Закипела У крыльца Собачья Свара Это что еще такое Что за шут Ку Провались Провались Пошла Говорю Пошла Какой-то человек В резиновых Сапогах Выскочил Из магазина Перепуганные Дворняжки Разбежались Только Не до песок Остался У крыльца А рядом с ним Валялась На снегу Мотоциклетная Перчатка Какая-то Дурацкая Рукавица Не лучше За нее Псы Грызутся А где же вторая Утащили А это еще Кто такой Смотри-ка Пушистый Этот человек Был плотник Меринов Он умел Рубить Избы Баньки В деревне Он считался Хорошим Плотником Хорошая Собачка И уж Больно Мохнатая Наверное Ее дачники Бросили Это наверное Английский Шпиц О ведь Какие Шпицы В Англии Бывают Ты Ты че Скулишь Че ты Скулишь Потрепали Тебя дворняжки Бедняга А В другой раз Будь умнее Не связывайся С дворняжками Ну ладно Ладно Сейчас Я тебя Куда-нибудь Пристрою О Домой Отнесу Веруню В подарок Нас Скажу тебе Веруня Подарок Английского Шпица Его Дачники Бросили Дрессированная Собачка Да Пускай На дворе Живет Да и Пальми Будет веселей Плотник Сунул Недопеска За пазуху А перчатку Мотоциклетную В карман Сухо И тепло Было За пазухой У плотника Пахло Махоркой И столярным Клеем Ну и шпиц А Английский Сколько веку Отрастил Не хуже Бараня Пальму Ты знаешь Пальму Что у нас На дворе Живет Хорошая Собачка Любит Чтобы ее За ухом Чесали Ну вот Вот мы Дома Или что Видишь Это дом Это наш дом И сарай Наш И вишни Наши Шубинки А пальму Не бойся Не бойся Не бойся Она Не тронет Пальма 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 Свои Свои Плотник Опустил Недопеска На землю Вынул из кармана Мотоциклетную Перчатку Кинул на крыльцо А сам Вошел В дом Из конуры Вылезла Толстая Ребая Псина Это и была Пальма Меринова Она Походила На сосновый Чурбак Укутанный Войлоком А на голове У нее Росли Развесистые Уши Которые И придавали Сходство С пальмой В кадушке Большим И мокрым Розовым Даже в темноте Носом Обнюхала Пальма Воздух И выбрала Сразу все Запахи Которые Имелись В нем Вечерних Щей Мотоциклетные Перчатки Наполена Третьего И даже Запах Луны Выскочившие На минуту Из холодного Облака Запах Недопеска Пальме Не понравился Очень уж Он был Жесткий Жестяной Но в то же время Не вызывал Особого Раздражения Что поделать Добродушно Подумала Пальма Бывают И такие Запахи Беда Беда Не велика Главное Сердце Душа Пальма Пальма Потряхивая Своими Тропическими Ушами Подошла Пальма К Недопеску Он тут же Упал На спину Выставив Отросшие В клетке Когти Но Пальма Не обратила На них Внимания Она Высунула Огромнейший Язык Который Был ей Явно Не по росту И Лизнула Наполеона Теплым Ласковым И приятным Был Этот язык Сравнить Его Можно было Только лишь С корытом В котором Мамаши Купают Своих Младенцев Вцепиться В такой Язык Недопесок Никак Не мог Пальма Меринова Была Вообще-то Добродушная Хозяюшка Под конурую У нее Припрятаны Были Разные Кусочки И огрызочки И раскопавши Кое-что Из своих Запасов Пальма Принялась Угощать Наполеона Да Пальма Меринова Была Радушная Хозяевка Если бы У нее В конуре Был Самоварчик Она Конечно Раскочегарила Бы А уж Если бы У нее Был Голос И она Умела Бы Петь И немного Играть На гитаре Она Спела бы Наверное Такую Песню Песня Песня У собак Добродушные Души Ах уж Лучше Он Назвал Меня Ивой Или Совсем По-деревенски Вербой Я Бы Стала Девушкой Красивой На селе Была Красоткой Первой Я Бы Стала Девушкой Красивой На селе Была Красоткой Первой Наполеон Наполеон Тем временем Заполз К пальме В конуру Забился В самый Дальний Угол Зарылся В какие-то Жаркие Тряпки И Задремал Перчатку Мотоциклетную Он взял С собой Потому что Стала Она Совсем Ручной Пальма Забралась В конуру Притиснула Наполеона К стенке От нее Исходил Такой Мощный Жар Что Наполеон Задохнулся Задергался Не просыпаясь Установил Нос свой Точно На север И обнаружил Щель В стенке Конуры Он Приник К ней Носом И Успокоился Заснул Недопесок Наполеон Третий Под защитой Горячей И Добродушной Пальмы И Пожалуй Никогда Раньше Не спалось Ему Так Спокойно Пальма Спала Уютно Похрапывала И Посапывала Ей Снилась Большая Кулебяка Которую Испекут Наверное К празднику К утру Повалил Снег Да такой Густой Что Плотник Встал Пораньше Расчищать Дорожки Деревянной Лопатой Пальма Вылезла Из конуры Сладко Зевнула За пальмой Появился Недопесок И тоже Принялся Зевать И потягиваться Плетенная коса По толще Корабельного Каната Ой Это что за типчик Папань Ты зачем Шутки шутишь Это Верунь Английский Шпицок Его Дачники Бросили А я Пожалел Да разве Это собака Смотри Какой хвост И морда Лисья Да А может Это Смесь Собаки С лисой Папань Ты думаешь Что говоришь Ну откуда Возьмется Такая Помесь Лиса Эван Где А собаки В деревне Это зверь А не собака Мамаша Клавдия Ефимовна Меринова Вышла на крыльцо Как и у Веры На плечах Мамаши Лежала коса Правда Тоньше Чем у дочери Клавдия Ефимовна Шпаклевка Садняя ось Похоже Пробежала Пробежала по спине Хлеб Он лапой Тише 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 Вера Меринова Была добрая девочка Она любила животных Всех животных Все равно каких Но желательно Млекопитающих Мамаша Меринова Ушла на работу Вера В школу Дома Остались Только Пальма И Наполеон Пришибленная веревкой Заполз Наполеон В конуру Мотоциклетная Перчатка Которая Дремала В кучу Трепья Зашевелилась Но Не смогла Развязать Веревку На его шее Между тем Во дворе Появилась Гостья Это была Старая Приятельница Пальмы Собачонка Полтабуретка Маленькая И зловредная Полтабуретка Имела скверный Характер Деревенские Псы Терпеть ее Не могли Только Пальма Жалела ее И подкармливала Маленькие Собаки Злые Их надо Жалеть У них Жизнь Не удалась Наверное Пальма Так бы Сказала Да-да Злые Взять Хотя бы Эту Полтабуретку Конечно Она злая Сзади Кусается Но ведь Она Живое Существо Здрасте Тетя Пальма Привет Полтабуретка Не найдется У вас Косточки Для голодного Странника Пожалуйте Вот Петушиная Головка Ой Благодарствуйте Благодарствуйте Как вкусно Петушиная Головка Очень Помогает В собачьей Жизни Оживется Мне Ой Нелегко Ешь Ешь А чем это у вас тут Пахнет А Чем это у вас тут Противным Пахнет Да тут Затесался один Знакомый Родственник Вроде Племянника Из конуры Тем временем Вылез Недопесок С мотоциклетной Перчаткой В зубах Глаза Полтабуретки Загорелись Скандальным огнем А Так вот Это кто такой Вот кто мне Вчера Всю морду Расцарапал Ры 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 Не рассуждая Больше Полтабуретка Кинулась К недопеску Клацнула Зубами И выдрала Клок Платиновой Шерсти Наполеон Вцепился Ей В нос Нос Их Бьют Погодите Погодите Ребята Давайте Разберемся В чем тут Дело Но Полтабуретка Вовсе Не хотела Ни в чем Разбираться На голос Ее прибежала Рыжая Дамка Маленькая Собачонка Мошка И бродячий Пес Шоколок Кольцом Обложили Они Пальму И Наполеона А пол Табуретка Шмыгала Вокруг И разжигала Дей его Дей его Дей его Вся эта комедия Пальме Не понравилась Она загнала Наполеона В конуру И сама Влезла в нее Выставив Наружу Только лишь Свою Добродушную Морду Нечего Разжигать Сербор Ребята Это мой Знакомый Или даже Родственник Как за концов Это мое Личное дело Кто живет У меня В конуре Но Уговоры Пальмы Не помогали Свора Вплотную Приблизилась К конуре А собачонка Мошка Двоюрдная Сестра Полтабуретки Совсем Обнаглела Задними Лапами Она Корябала Землю Помня Земли Полетели В морду Добродушную Сладяюшку Терпение Пальмы Лопнуло В ярости Она выскочила Из конуры И ужасно Укусила Двоюрдную Сестру И тут Сцепились В одно Лохматое Колесо И Мошка И Пальма И Дамка И Полтабуретка И бродячий Пес Снованно Выглядывал Из конуры И чем-то Напоминал В конце концов Своего Знаменитого Тезку Который Наблюдает Из маршальского Шатра За ходом Сражения И вдруг Артиллерия Огонь Бум Левое Орудие Разрывными Снарядами Пли Градом Посыпались На собак Разрывные Снаряды Осколки Горшков Дремящие Консервные Банки Первым Рванул В сторону Шаколок За ним Двоюродная Сестра Через Четыре Секунды Двор Опустел Из-за Забора Заглядывал На Мериновский Двор Какой-то Человек В офицерской Фуражке Это был Дошкольник Серпокрылов Загрузчик 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 Я перчаточка мотоциклетная На руке я у мотоциклиста Эх ты жизнь, ты моя несусветная Сколько грому в тебе, сколько свиста Я перчатка руки отражения, но шевелятся пальцы во мне Так начнем же скорее движение мотоцикла по грешной земле Пусть проносятся лица и судьбы В этом жизни безумная суть Обогнать, обогнать, газануть вы Газануть, обогнать, обогнуть Попрощаются в час мой последний С моей кожаной нежной душой Указательный палец и средний Безымянный мизинец большой Позвольте, Николай Владимирович Мне кажется, мы начинали совсем с другой песни Да, возможно, возможно, вы правы Но, признаться, судьба мотоциклетной перчатки волнует меня Эх ты жизнь, ты моя несусветная А где, собственно, находится сейчас мотоциклетная перчатка? Ясно, что не до песок во дворе плотника Мериного И что собаки его чуть не разорвали Но где его верная спутница? Где перчаточка мотоциклетная? Не волнуйтесь, Николай Владимирович Настанет час, и мотоциклетная перчатка вновь появится на страницах нашей радиоповести А сейчас давайте спросим у шофера Шамова Как он премию получил? Я-то ехал, конечно, на машине, на зелу Гляжу на дороге серые леса Ну, я вынул гаишный ключ и как махну, да мимо Тогда снял телогрику и накрыл зверя Да, говорят, Наполеон промигал А я и не видел, где он, Наполеон Я сто шестнадцатого поймал А недопёсок? Как он попал к плотнику Мириному? Да я-то в магазине был, да Ну, насчёт шпаклёвки, там верёвок, там Вдруг слышу, на улице собаки загамели Ну, выскочил, дворняжек разогнал А я тут лежит Ну, я тут недопёсок Так я-то не знал, что он недопёсок Я думал, что он шпицок, английский Ну, к пальме его принёс Вероня в подарок, вроде гостинца Вероня-то дочка моя Мы с маманью его покормили Щиты были вчерашние Хороший такой Я его Тишей решила назвать Но в школу было пора, я и побежала А Тишку привязала на верёвку После завтрака дошкольник Серпокрылов Имел обыкновение прогуливаться по деревне Проводив на работу своего папашу Уважаемого слесаря Серпокрылова Дошкольник надевал офицерскую фуражку Закидывал на плечо винтовку Сделанную из водопроводного железа И выходил в дозор Взявший винтовку наперевес Солдат Серпокрылов крался вдоль забора Стараясь подстрелить Какого-нибудь вражеского разведчика Или адъютанта Вперёд по-пластунски Сержант Серпокрылов ведёт вас Из проулочка появился тем временем Неприятельский батальон Обутый в красной запахе Гуси Они лопотали что-то на иностранном языке Сдавайтесь пока не поздно Солдаты Слушать команду своего старшины Слушаем, слушаем Товарищ старшина Серпокрылов Возьмём их в клещи Ура! Ура! Молодцы, Серпокрыловцы На врага вкрёд! Солдаты Во дворе у плотника Мериного Явно происходило сражение Солдаты Слушай мою команду Капитан Серпокрылов ведёт вас Заглянувши в дырку между штакетин Майор Серпокрылов Сразу оценил обстановку Артиллерия! Огонь! Левое орудие Разрывными снарядами Блей! Блей! Бум! Дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв-дв! Бух-бух-бух-дв! Штыки, ребята! Рубай их! Не подведите своего подполковника Из дальнобойных орудий Прямой наводкой Спасибо вам, товарищ полковник Серпокрылов. Ваши активные боевые действия привели к полной победе. Я солдат, товарищ генерал. Дошкольник хотел продолжить путь боевых подвигов, как вдруг заметил пушистого с огромным хвостом солдатика, привязанного за веревку к конуре. Вон какую штуку завела себе Верка Миринова. Ты кто такой? Ну, кто ты такой? Ишь, Верка, какую пушистую животную завела, загордилась, давно не дразненная ходит. А надо бы подразнить. Ну, ну, ты не волнуйся, я же веревку отвязываю. Ты мой трофей. Ну, пойдем. Вперед. Вперед, говорю. Не идешь, а ты иди. Ну, вперед. Фу, какой упрямый. Вот, смотри. Перчаточка мотоциклетная. Хочешь перчаточку? Ну, ладно. Я ее сам надену. Ох, какая. Прям до плеча. Кто же ты такой? Может, ты росомаха? Или барсук? О, барсучища. Как раз полосочка на носу. Нет, ты не барсук. Ты больше похож на лису. Может, ты смесь собаки с лисой? Лисопес? Лисопесок. Лисица-псица. Лисец-песец. Что б мне треснуть? Ты же песец. А ну, беги, песец. Беги. Не хочешь бежать за мной, а? Ну, тогда давай я за тобой. Беги, куда хочешь. Наполеон оглянулся на Мириновский двор. Пальма стояла у калитки, печально помахивая, тропическими ушами. Куда же он бежит? Наверное, на север. Северный зверь должен бежать на север. На полюс. Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мы бежим на полюс! Ура! Настало, наконец-таки, время поговорить о старике Карасёве, о ковылкинском человеке с небритой бородой и носом кисельного цвета. Старики такие есть во всех деревнях. Они сторожат колхозные сады, подшивают валенки. Этими делами занимался и старик Карасёв. И сад стерёк, и валенки подшивал. Короче, это был обычный старик, и только одна черта отличала его от всех других стариков. Старик Карасёв был колдун, и главная колдовская сила его заключалась в том, что старик Карасёв видел колёса. Какие такие колёса? Трудно объяснить. Что это за колёса, старик Карасёв объяснял так. Это не те колёса, милые, что на телегах или машинах ездят. Это колёса в воздухе такие. Ой. Возле каждого человека есть в воздухе цветное колесо. Вроде радуги. Да только колесо это не всякому дано увидеть. Ясно, что ли, Нефёдна? Слышь, дедок, неужто и вправду бывают колёса вокруг людей, а? А как же обязательно бывают? И ты их видишь. А как же мне не видеть-то их, если они видны? Ну, а вокруг меня есть такое колесо? Виднеется. Виднеется. Да только не слишком большое. А что уж совсем, что ли, маленькое. Ну, как тебе сказать, сантиметра на четыре. И какого уж оно цвета? Коричневое. Тьфу ты! Куришь всё. Напустил дым, вот и на темнелом в моём колесе. Ну-ка, брось цигарку. Глянь-ка ещё разок. Табачный дым колёсам не помеха. Смотри-ка, дед, смотри-ка. Вон мальчишка слесарев бежит. Неужто и вокруг него есть колесо? А, это, это Лёшка Серпокрылов. Вокруг него радуга Василькова с розовым разводом. Погоди, погоди, а кто это у него на верёжке-то? Собачка, что ли? Да, вроде собачка. И вокруг неё колесо. Ну, нет, нет, вокруг собак не бывает. Они их видят, а сами не имеют. Постой, постой, ещё одно. Что за окази? Что-то намечается синеватое над ушами. Над моими над ушами, что ли? Да, нет, постой. Да, это не собака. Эй, Лёшка, Лёшка, подка субей. Некогда, дедушка Карасьёв. На полюс бегу. Пока старик рассуждал, на улице появился новый человек. В шапке пирожок, в овчином полушубке он быстро шагал, почти бежал по улице. В руках он держал толстую палку, окованную полосовой сталью, а на спине его подпрыгивал зелёный через плечо на ремне сундучок. Это что за человек? Вот какое вокруг него будет колесо? Хе-хе, колесо. Саратвы. О! Смотреть противно. Хе-хе, надо же. пирожок, пирожок... Ну, ребята, успокойтесь. Успокойтесь, готовьте карандаши, альбомы. Павел Сергеевич, а что сегодня будем рисовать? Давайте гипсовый нос. Лучше череп лошадиный. Череп в прошлый раз рисовали. Давайте нос. Ох, и лучше, давайте. Спокойно, спокойно, ребят, спокойно. Нос порисуем в следующей четверть. А сейчас, ребят, а сейчас поглядите-ка в окно. Видите, сколько снегу навалило? Прям настоящая зима. А за фермой сосну видите? Ну вот, посмотрите на нее хорошенько. Ну, правда, хороша наша Ковылкинская сосна, хоть кривая. В окрестных лесах нет дерева выше нашей сосны, а молния в нее ни разу не попала. И вот каждое утро по дороге в школу я думаю, что про нее написал Лермонтов стихотворение. Хотите послушать? Ну, слушайте. На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнце восход, Одна и грустна, Но у теси горючей Прекрасная пальма растет. Нет, это не про нашу сосновописку. Что не про нашу? Про нашу? Конечно, про нашу. Не про нашу, а где же голая вершина? Почему? Погодите, 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 ребята. Погодите, давайте по порядку. Миша Чашин, говори. Это не про нашу. Почему ничего не сказано про ферму? А ведь она под сосной. Ну, садись. Калинин, а как ты думаешь? Вершины нет, зато есть бугорок. Да дело не в этом. Стихотворение про сосну, которая стоит одиноко. Значит, и про нашу. Значит, это наша сосна спит и видит пальму. Ха-ха! Собака, что ли? Пальму Мериного. Ну, успокойтесь, ребята. Ну, говори, Вера. Это написано не про сосну, а про одинокого человека. Ух, ты, что сказануло. Тогда так и было написано. На голой вершине стоит человек. Успокойтесь, ребята, успокойтесь. А я согласен с Верой. Поэт пишет стихотворение о сосне, а сам думает, конечно, о своей судьбе, о других людях. Мы читаем и тоже думаем. И о себе, и о других людях. Вот так. Ну, начали рисовать. Так что рисовать? Чего рисовать? Как чего? Сосну, пальму. Ну, все, о чем написал Лермонтов. Вера Мериного открыла альбом и начала рисовать. Вот на рисунке появилась синяя гора, изрезанная скалами, а на ней сосна с красным кривым стволом. На самой макушке, там, где у сосны голова, нарисовала Вера кружочек, а в кружочке песок, песок, горючий утес, одинокая пальма. И листья у этой пальмы похожи были на уши пальмы Мериного. А под сосной нарисовала Вера маленького пушистого зверька. Батюшки, да это же песец! Оторвавшись на миг от рисунка, Вера глянула в окно, чтобы еще раз поглядеть на сосну. И вдруг что-то стукнуло ее в сердце. Замерла Вера. За школьным забором бежал по улице Лешка Серпокрылов, а перед ним на веревке кишка, песец, северный зверь. Заприметив в окошке Веру, дошкольник остановился, поднял водопроводную винтовку, прицелился и попал в самое сердце. А из-за поворота тем временем появился новый человек в овчином полушубке с зеленым сундучком на спине. Но Вера не видела его. Она так разволновалась, что еле дорисовала начатый рисунок. Она быстро написала записку и перекинула ее Коле Калинину. «Готовься, будет дело». Готовься, будет дело. Готовься, будет дело. Готовься, будет дело. Готовься, будет дело. Дело, будет дело. Вслед за песцом дошкольник пробежал через всю деревню. Веревку он старался не натягивать, и Наполеону почудилось даже, что он вновь свободен, а маленький человечек просто бежит за ним на правах 116-го. На бугре под Ковылкинской сосной дошкольник оглянулся. Отсюда была видна вся деревня Ковылкина. Что ж, настало время прощаться с ней. Много здесь прожито, шесть с половиной лет, много пережито. Все, все теперь позади, а впереди долгий путь на полюш, бураны, метели, в юге. Впереди морозы в 100 градусов и отряд полярников, во главе которых начальник Серпокрылов. А Верка Меринова фельдшерица. А Верка фельдшерица. Товарищ Меринова, скоро задует пурга. Приготовьте медицинские приборы. Товарищ начальник, разрешите залезть на айсберг. Ладно, лезь, Верка. Да смотри, не задерживайся на макушке. Сама знаешь, что такое север. Пурга, пурга задула. Товарищи полярники, Сидите все в красной палатке, А я полезу на айсберг. Верку спасать. Вера, где ты? Вера! Я тут, товарищ Серпокрылов. В снегу валяюсь, замерзла совсем. Не плачь, Вера. Сейчас я взвалю тебя на плечи. Ох, вот так. Оставь меня, Леша. Дай мне умереть в снегу. Ни за что. Я спасу тебя. Спасайся сам. Ты еще нужен людям, А я уже не нужна. Нет, ты не права. Ты очень, очень даже нужна человечеству. Я тоже. Я донесу тебя. Я донесу. Донесу. Эй, малай, погоди. Дошкольник оглянулся. Не было вокруг ни айсбергов, ни торосов, А была невдалеке деревня Ковылкина. На веревочке бежал перед дошкольником Недопесок Наполеон Третий, А сзади догонял его какой-то человек В овчинном полушубке с зеленым сундучком на плечах. Погоди-ка, малый. Чего тебе делать? Хочешь крючочек? Какой? Роболовный. Номер пять. На кунька, подлещика. Насудишь кашки, А подлещики и лямы. И болтается на крючке. Грамм на двести. О, посмотри-ка. Человек в полушубке скинул с плеча сундучок, Открыл его. Дошкольник заглянул в сундучок, И сердце его восхищенно стукнуло. Золотом, серебром, Сияли, переливались в сундучке Рыболовные драгоценности, Блесны, платвички, Перья, поплавки и крючки, Стальные и латунные, Гнутые и кованые, На окунька, на подлещика. Выбирай. Вот этот? Ну? А на акулу есть? На акулу? Да. Нету. Жаль. Ну вот этот еще тогда. Чего там, бери. Ладно. Я побежал. Постой, постой, постой. Я тебе говорю, чешки, А ты мне чего? Да и ты мне чего-нибудь. А чего? Ну, ну, ходи бы. Это собачка. А то я совсем одинок. И собачка мне будет вечным спутником. Нет, никак не могу. Нет. Крючки взял, А собачку жалеешь. Не ожидал от тебя такого. Эй, эй, эй. Отдай, собачка. Отдай. Нет. Отдай, говорю. Нет. Нет. Дядя. Отвести веревку. Он рванул веревку изо всех сил, Толкнул дошкольника, И дошкольник черпокрылов упал в снег. Да. Какой-то странный. Странный ли, говорите, человек? Чего же в нем странного? Ну, как чего странного? Ну, во-первых, сундучок. Кто-то в наше время за плечами носит сундуки. Ничего странного. Это рыболов. Зимой все рыболовы, которые отправляются на подлёдный лов, носят такие сундучки. Другое дело, зачем он отобрал песца у дошкольника Серпокрылова? Зачем? Мне кажется, этот человек не странный. Постойте, постойте, постойте. Вы думаете, что этот человек... Да, я так думаю. Да нет. Не может быть. Вы ошибаетесь. Судите сами, Николай Владимирович. Вначале он пытался поменяться, предлагал за недопёска рыболовные крючки, а потом грубо вырвал верёвку, толкнул дошкольника и теперь держит на верёвке гордого зверя. Ну, как-то не верится. Неужели ещё есть такие люди? Так вы думаете, что он... Да, я так думаю. Не утверждаю, не утверждаю, но мне так кажется. А где же сейчас Наполеон? На верёвке. Его тянут на верёвке в овраг. Угу. Вот как. А второклассники очень волнуются. Пропал писец. Ребята, всех покрылов песца увёл. Надо догнать, догнать. В погоне. Какого песца? Настоящего, северного. А какой песца? Я никогда его не видел. Я пока не видел. А я знаю, ты такая маленькая собака. Сиди, догонимся, Макрылова увидим. Ребята, вперёд, вперёд. Мы решали, догонимся. И весь второй класс, как один горячий конь, ударил в землю копытом и помчался вперёд к одинокой ковылкинской сосне, под которой маячила фигура дошкольника. Ура! Ура! Вот он, дошкольник! Лови! Лови! А какой песца? Стой! Постойте вы! Что? Где же песец? А правда? Вера Меринова посмотрела прямо в глаза дошкольнику Серпокрылову. Взгляда Веры Мериновой дошкольник Серпокрылов вынести не мог. Он мог сражаться с лазутчиками, спокойно мог глядеть в глаза своего папаши, слесаря, но перед Верой он бледнел и терялся. Где песец? Где песец Серпокрылович? Это слово Серпокрылович, такое ласковое и тревожное, разбередило сердце дошкольника. Ты зачем отвязал песца? И действительно, зачем? Ну, зачем отвязал он песца? Подразнить хотел. Кого? Тебя. Где песец Серпокрылович? Дяденька отнял. Шевелись, шевелись, собачка. Давай, давай. Сейчас, сейчас. Сейчас все будет в порядке. До кого-то доберемся. А помните, до колбаски дам. Человек в полушубке тянул изо всех сил веревку. Тащил Наполеона к оврагу. Не до песок пробовал упираться, но веревка так схватила за горло, что ноги подкашивались. Наконец, у кустов бузины веревка ослабела. Ну, вот и колодец. Все путем. Сейчас будем колбаску есть. Хорошая колбаска. Ну, прям сервелат. О, вот и в рот. Только привяжу тебя сначала. А то убежишь. Будь культурным зверьком. Все, кто нас увидит, так и подумают. Культурный человек кормит свою собачку. Никто и не догадается, что и человек тяне очень культурный. А собачка не собачка вовсе, а Наполеон. Наполеон. То-то бабы в автобусе болтают. Наполеон сбежал. Редко и зверь. Бег золотой и государственного значения. А он и глядит Наполеон. Вот он во вражке сидит. Сейчас мы поиграем в игру. Где пешня-то? Ты будешь Наполеон, а я Кутузов. И зовут мне как раз дядя Миша. А то жена говорит, что зря на рыбалку ездишь. Только деньги переводишь. Вот я и привезу ей рыбку на воротник. Скажу, баба, ну что ты все ругаешься? Вот тебе окунек. Государственный окунек. Наполеон третий. Видишь эту палочку? Это Наполеон, а рыбацкая пешня. Пешня. Которые лед колют. Сейчас мы... Не могу. Не могу, Наполеон. Какой я все-таки нехороший, не очень хороший человек. Так, зверька хочу погубить из-за глупой бабы. Ну, на кой ей воротник с такой рожей? Лучше уж воротник продать. А на деньги, где пешня-то? Ну, давай-ка, станька, попрямей. Попрямей. Сюда! Сюда! На склон оврага выкатился человек в офицерской фуражке, а за ним и все второклассники. А не что? Возьмемте вам две вещи. Открылся. И тут небо над головой дяди Миши наполнилось комьями, палками, и особенно неприятен был изжеванный кем-то ботинок, который квакая ударил прямо в грудь. Это что такое? Кто это? Разоровать? Я тебе уши поборву. Прекратите огонь! Цепляясь за ветки бужины, во враг спустился Павел Сергеевич. Глаза его поучительски блистали, а на плече висело двустольное ружье. Гражданин, отпустите веревку. Это моя собачка. Я ее дрессировать буду, на лапках ходить в барабан, стучать. Отпустите веревку, гражданин. А то я вынужден буду стрелять. Это что же такое? В вооруженном конфликту пахнет. Как вам не стыдно? Это не собачка, это песец. Зачем вы отобрали его у Зерпокрылыча? Успокойтесь, ребята. Пойдемте в сельсовет, гражданин. Что вы, какой сельсовет? Все путем. Берите вашу проклятую собачонку, да пропадем. Дядя Миша подхватил сундучок и побежал. Побежал по врагу в сторону. Стреляйте, полщерки! Уйдет, стреляйте! Павел Сергеевич не стал рассуждать. Он поднял ружье вверх стволами и... Грозно, назидательно прозвучал учительский выстрел. В душе дяди Миши что-то оборвалось раз и навсегда. Удрал! Ушел! Вот он, песец! Какой пушистый! А какой мех! И полосочка на носу. Это песец? Я его никогда не видел. Я и лесу не видел. Да, красив. Удивительный мех. Вот бы кого нарисовать, а, ребят? А ну, давайте отведем его в школу. Да, точно! Тише! Вставай! Пошли! Тишенька! Какой он тебе Тиша? Его звать Филька. Не Филька, а Тиша. Он у нас живет у Паймы. Тиша, вставай. Ну, вставай же. Не дергай ты веревку. Задушишь. Тише, успокойся. Вставай. Вот конфетка. Тише, вставай. Вставай, Тиша, вставай. Думала, из-за конфетки он тебе будет валенки лизать. Дай сюда веревку. И отойди в сторону. Что? Он пугается. Вылезайте все из оврага. За дело берется серпокрылов. Ну, ну. Ну, отойдем, ребята. Посмотрим, как у Леш получится. Пошли. Ребята вылезли из оврага. А дошкольник вынул из кармана мотоциклетную перчатку и бросил ее прямо к носу Наполеона. Наполеон легонечко носом толкнул мотоциклетную перчатку и взял зубы. Перчатка слабо запищала. Наполеон уставил нос свой на север и решительно стал выбираться из оврага. Дошкольник поспешил за ним, стараясь не натягивать веревку. Уроки в школе давно кончились. Техничка Амбарова мыла в классах полы, а Белов и Бакадоров из четвертого класса, наказанные директором, таскали ей ведра с водой и вообще мешали, как могли. Увидевши Наполеона, замерла с половой тряпкой в руке техничка Амбарова. Белов и Бакадоров остолбенели. Батюшки, Павел Сергеевич, какую-то сикимору принесли. Сикимора? Сикимора! Сикимора? Сикимора! Тащи его в пришкольный участок! Посадим ее в клетку! Какая он вам сикимора? Это песец! Он с Северного полюса! Ты ошибаешься, Леша. Он, конечно, не с полюса. Знаешь, видимо, он сбежал со зверофермом Шага. От нас семь километров. В клетку его! В клетку! Тащи его! Влоките его! Тихо, ребята. Ну, действительно, пускай посидит здесь до завтра. Завтра утром позвоним на звероферму. Павел Сергеевич ушел в учительскую. Наполеона отнесли на пришкольный участок, сунули в пустую кроличью клетку. Ничего более позорного не происходило до сих пор в жизни Наполеона Третьего. Его, песца с императорским именем, гордость директора Некрасова, платинового недопеска, рвущегося на Северный полюс, назвали сикиморой и сунули в пустую кроличью клетку. После обеда дошкольник обыкновенно дома не задерживался и, как правило, прогуливался по деревне. В этот день он решил привычки своей не изменять, а лепешку с творогом, собственноручно испеченную слесарем Серпокрылова, он есть не стал и попытался засунуть ее в карман. Ты куда эту лепешку потащил? Куда надо, туда и потащил. Алешка, ты знаешь, что я обычно делаю с такими сыновьями? Знаю. Ты их убиваешь. Тот же. Пол лепешки моей, отламывай половину. Слушай, папань, а у нас мышей нету? Да как-то нету. В каждом приличном доме имеются мыши. Если не станет мышей, плохо дело. А много ли тебе надо? Десятка-два. Фильку покормить. Возьми мышеловку там, на потолке, да поставь за печкой. Да, всех-то не отлавливай, оставь парочку на развод. Два десятка отлавлю, а остальных не трону. Дошкольник надел офицерскую фуражку и вышел из дома. После обеда он имел обыкновение прогуливаться под деревней и этой привычки сроду не изменял. А Вера Меринов избегала тем временем домой и принесла недопеску два бараньих масла на обед. Маслы были здоровенные. Они имели таинственное сходство с турецкими барабанными палками, но даже не глянул на них Наполеон. Устал недопесок Наполеон Третий. Слишком уж много пережил он за сегодняшний день. Болела шея, нарезанная веревкой, поблек потускнел драгоценный мех, набились в боярскую шубу грязь и песок из борсучьей пещеры. Ешь, Тишенька, ешь. Хороши маслы-то, погрызи. Доставь ты его в покой. Не видишь, что ли, он устал. А Костю такой, он подавится и подохнет. Что ты все ругаешься? Серпокрылый. Ну, помоги мне, покорми Тишу. Он устал. Он сейчас есть не станет. А завтра я ему наловлю мышей. А разве песцы едят мышей? Что, он кошка, что ли? Вот и видно, что никто из вас не соображает. И лисы, и песцы едят мышей. Они мышкуют. Погрубел дошкольник Серпокрылов. Без уважения глядел на Веру Меринову. И слово удивительное Серпокрылыч пролетело мимо его ушей, как ласточка мимо березы. Мышей-то я им наловлю. А завтра, тю-тю, увезут твоего Фильку на звериную ферму. А разве это честно? К вам во двор он сам прибежал. Значит, он ваш. Нет, он государственный. Ничего подобного. Он сам к вам прибежал. Значит, он теперь ваш Мериновский. Да что, мы сами его, что ли, не воспитаем? Он наловим мышей, выкормим, вырастим. А живет, пускай, у пальмы твоей. Или у меня. Главное, на ферму его не отдавать. А ведь что на ферме? Там его в клетку посадят, а потом воротник сделают. Как это, воротник? А так? Неужто сделают? Да ты что, маленькая, что ли? Вчера только родилась? Не отдадим. Ни за что не отдадим. Ты молодец, Серпокрылыч. На этот раз ласточка покрутилась над одинокой кавылкинской сосной и нырнула туда, куда надо. На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она И снится ей все, что в пустыне далекой В том крае, где солнце восход Одна и грустна На утесе горючем Прекрасная пальма Растет Бога спала в эту ночь Просковьюшка Все вспоминала о Наполеоне Жив он или нет? Верут, собаки его загрызли И Вера Мериного засыпала тревожно Воротник Воротник Неужели сделают из него воротник? Сделают Сделают Как же быть? Надо спасать Тишку Тишенька 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 Вера хотела вскочить Бежать немедленно куда-то Спасать Песца Но сон уже Охватил ее Теплый И пушистый Как хвост Наполеона Ночь Глухая ночь Охватила деревня Ковылкина Погасли электрические окна Заснула деревня Заснули собаки Стало очень тихо Но в тишине этой Вдруг громко хлопнуло что-то Раз Другой Третий Это сработали мышеловки Дошкольника Серпокрылого А дошкольнику снились мыши Вначале приснилась одна мышь Потом другая Третья Странное дело Во сне в них не было ничего противного Это были теплые домашние мыши От которых пахло валенками Скоро мыши доверху наполнились он дошкольника И наконец Когда число их перевалило за миллион Он проснулся Проспал Ой-ой-ой А ведь надо фельгу кормить Дошкольник вскочил с кровати И не стал даже умываться Он вытащил из мышеловок пойманных мышей Схватил офицерскую фуражку И дунул к школе Только бы успеть Не опоздать А то придут Белов и Багадоров Дошкольник мчался по деревенским улицам Перепрыгивая примороженные лужи Над головой его на розовом зимнем небе Тяжело двигались синие осенние облака Скоро дошкольник был уже у кроличьей клетки И кормил Наполеона И в этот момент Проснулся директор школы Товарищ губернаторов Губернатор субтитры Проснувшись, директор первым делом решил побриться В потный граненый стакан нацедил он из самовара кипятку Взмахнул по мазкам барсучьего волоса И мигом покрыл лицо свое мыльной пеной От теплых снов огнем пылали щеки директора губернаторова Директор взял в руки очень и очень опасную бритву Придвинул к себе зеркало и так сурово поглядел в него Так поглядел, что если бы это было не зеркало, а, к примеру, Белов и Бекадоров из четвертого класса Вздрогнули бы они и торжественно поклялись никогда больше с криками не бегать по коридору Тремя взмахами расправился директор с пеной на щеках Набрал в ладони одеколону кармен и хорошенько искупавший лицо в одеколоне сказал «Где яичница?» Через полсекунды на столе стояла уже сковородка, кривая, как Ладожское озеро На сковородке щебетала пятиглазая яичница с салом Шептала о чем-то и глядела на директора своими застенчивыми оранжевыми глазами Директор губернаторов поднял вилку и так глянул на яичницу Так глянул, что если бы это была не яичница, а все те же Белов и Бекадоров То крепко призадумались они и, возможно, стали бы учиться на одни пятерки Бритье и яичница славно освежили директора А на улице взбодрил утренний морозец Хороший впереди намечался денек, особый, последний в этой четверти Сегодня в школе подведут итоги Сегодня станет ясно, сколько в школе отличников и двоечников Директор был в отличном настроении Он решил сегодня же крепко прибрать к рукам Белова и Бекадорова На школьном дворе развернулась настоящая ярмарка Здесь собралось человек сто народов В воздухе летали синие и желтые портфели Шапки, кепки, книжки, варежки То там, то сям вспыхивали красные галстуки, горели щеки и глаза Директора вначале никто не заметил Но это его ни секунды не огорчило Он вошел в самую сердцевину ярмарки, кашлянул Ам, так, так И сразу вдруг поблек праздничный базар Побледнели лица, шапки перестали летать А портфели сами собой все до одного позастегнулись Стройными ручьями втекли ученики в двери школы Белов и Бекадоров замешкались было на крыльце Но попавшие под бинокль директорского взгляда Жестоко пожалели, что забыли дома тетради по математике Опустел школьный двор Только у кроличьей клетки остались три человека Это были Вера, Коля Калинин и дошкольник На которого директор и вовсе не обратил внимания А вам что, особое приглашение надо? Вера и Коля скромно потупили глаза И расступились перед директором, давая ему дорогу к кроличьей клетке Директор заглянул в клетку так строго Так строго, что если бы случайно оказались в ней Белов и Бекадоров Они бы просто-напросто превратились в пепел и алмаз Но тут получилось иначе Заглянувши в клетку, вздрогнул сам директор губернаторов Из-за решетки злобно и пристально смотрел на него Наполеон Третий Это еще что такое? Дикий зверь? Что это такое, я вас спрашиваю? Это песец Песец? Откуда он взялся? Сам прибежал Сам? Как? Сам прибежал Хм А откуда он прибежал? Откуда он взялся, я вас спрашиваю? Как откуда взялся? Прибежал с Северного полюса С добрым утром Видите, кого мы поймали? Это ведь голубой песец Голубой песец? Какой еще голубой? А со зверофермы сбежал Тут недалеко звероферма, 7 километров Ах, вот оно что! Ничего подобного, вовсе не с фермой Он прибежал с Северного полюса Серпокрылыч прав Мириного В класс! А мы тут разберемся Кто откуда прибежал Горячий выдался в школе денек Последний день четверти Хлопотливый был сегодня денек Сегодня двойку можно было исправить на тройку Четверку на пятерку Сегодня можно было стать отличником А можно и хорошистом Директор губернаторов сидел в учительской И, как говорится, подбивал итоги К сожалению, итоги не слишком радовали его Уж очень много высыпало в этот день троек Тройки огорчали директора Ему хотелось, чтобы побольше было в школе отличников На! Тройки! Тройки! А тут еще этот песец Оставлять его в школе никак нельзя Подохнет еще чего доброго Надо сообщить на звероферму Когда же, наконец, поставят нам телефон? Придется дать телеграмму Амбарова! Ко мне! Техничка Амбарова мигом явилась на зов С тряпкой в левой, с ведром в правой руке Замерла она на пороге директорского кабинета Товарищ техничка Мигом летите на почту Надо подать телеграмму Примите телеграмму Примите телеграмму Примите, наконец, у нас в начальной школе Содержится в неволе какой-то недопесок А может быть песец Пойман зверь неизвестной породы Он похож на воротник от пальто Пока сидит он в клеточке в уголке природы А что с ним делать дальше, не знает никто Глубоко уважаемый директор зверофермы Примите заверение в почтении моем Но сами посудите и правильно поймите Ведь мы за недопеска ответственность несем Пойман зверь неизвестной породы Он похож на воротник от пальто Пока сидит он в клеточке в уголке природы А что с ним делать дальше, не знает никто Ответную Примите телеграмму Примите телеграмму Примите, наконец, у вас в начальной школе Содержится в неволе особо драгоценный Сверхсук перзверь песец Пропал песец Сообщаю приметы Ужасно много меха невиданной красы Нашедшему премия, фото в газеты Почетная грамота, карманные часы Глубоко уважаемый директор губернаторов Прошу и умоляю, и заклинаю вас Особо берегите, особо стередите Особо оградите и не спускайте глаз Пропал песец Сообщаю приметы Ужасно много меха невиданной красы Нашедшему премия, фото в газеты Почетная грамота, карманные часы Примите телеграмму Примите телеграмму Примите телеграмму Примите, наконец, у нас в начальной школе Содержится в неволе какой-то недопесок А может быть песец Пойман зверь неизвестной породы Он похож на воротник от пальто Пока сидит он в клеточке, в уголке природы А что с ним делать дальше, не знает никто Глубоко уважаемый директор зверофермы Примите заверение в почтении моем Но сами посудите и правильно поймите Ведь мы за недопеска ответственность несем Пойман зверь неизвестной породы Он похож на воротник от пальто Пока сидит он в клеточке, в уголке природы А что с ним делать дальше, не знает никто Ответную Примите телеграмму Примите телеграмму Примите, наконец, у вас в начальной школе Содержится в неволе особо драгоценный Сверхсукер зверь песец Пропал песец Сообщаю приметы Ужасно много меха невиданной красы Нашедшему премия Фото в газеты Почетная грамота Карманные часы Млубоко уважаемый директор губернаторов Прошу и умоляю И заклинаю вас Особо берегите Особо стерегите Особо оградите И не спускайте глаз Пропал песец Сообщаю приметы Ужасно много меха невиданной красы Нашедшему премия Фото в газеты Почетная грамота Карманные часы Да Теперь-то уж, пожалуй, недопеску до полюса никак не добраться А что такое-то? Почему недобраться? Вы автор книги Вы сами знаете, что недопесок сидит сейчас в кроличьей клетке А директор школы товарищ губернаторов Дал на звероферму телеграмму Ну и что? А то, что вот-вот приедет директор зверофермы Товарищ Некрасов И Наполеона отвезут на ферму Погодите, Николай Владимирович Вы совсем забыли, что на свете есть дошкольник серпокрылов И Вера Меринова Но они же поссорились Подождем Ведь в школе начался только первый урок Уже на первом уроке Диковинные слухи поползли по Ковылкинской неполной средней школе Будто Верке Мериновой с полюса прислали песца И песец этот дрессированный Если привязать его на веревочку Он как собака по воды Приведет прямо на Северный полюс На первой же переменке Вся школа валом повалила глядеть песца Но тут же на крыльцо Вышел директор губернаторов И взглядом Разогнал народ по классам На второй переменке Приступил народ к Вере Мериновой Требуя ответа на свои вопросы А тут дядька с сундуком был? Да, с таким зеленым А Павел Сергеевич из ружья выстрелял? Из настоящего Я знаю, у него двух штук А Павел Сергеевич попал? Нет, он в воздух стрелял Вер, а где вы песца нашли? Во враге Я видела, он такой пушистый Хвост как дыня Я тоже видела Куцы и сведения еще больше разожгли фантазию И слухи сделались еще чудесней и странней Жил будто на свете полярник с зеленым сундучком И был у него песец Погиб полярник Песца подобрала Верка Меринова Вопрос Где теперь сундучок? В котором хранились царские червонцы И почтовые марки оранжевых островов А второклассники особенно волновались И на втором уроке волнение достигло наивысшей точки Кто-то видел, как техничка Амбарова бегала на почту Кто-то слышал, что ей наказывал директор Я сам видел Техничка пошла в кабинет А щелочка-то осталась Я в щелочку, а он говорит Надо вернуть на ферму Говорит Беги, давай телеграмму Его на ферму отдадут А там из него вратник сделают В конце второго урока Вера разослала по классу Секретнейшие записки И все тридцать три второклассные головы Слились в одну большую думающую голову Что делать? Думала эта гигантская голова Отдавать песца на ферму? Так ведь там из него воротник сделают Как чего делать? Надо его так спрятать, чтобы не нашли Точно Правильно С Меринова К доске Большая перемена Да Спас звонок Веру Потому что сейчас Она пожалуй ничего бы у доски не смогла сказать А теперь началась большая перемена А большая перемена это двадцать минут За двадцать минут можно столько каши наварить Что потом и за тридцать не расхлебаешь Что делать? Что же делать? Как что делать? Надо его так спрятать, чтобы не нашли Куда спрятать? Куда его спрячешь? Где такое место? Найдут всюду Я знаю такое место Да Там его никто не найдет А нас все-таки тридцать три человека Вырастим, воспитаем Важно, чтобы среди нас Не было предателя Тут все переглянулись И решили, что предателя среди них нет Ну давай, не тяни Что за место? Баня колдуна Карасева О, место хорошее Там его никто не найдет Надо бы скорее везти песца из школы и в баню Давайте я сбегу с уроков Ладно тебе Ты лучше двойку по-русскому исправь Ну может тогда я сбегу? Не надо никому бегать Есть один человек Он сделает Вера стукнула пальцем в стекло И за окном сразу же появилась Круглая голова в офицерской фуражке Лязгнули шпингалеты Окно распахнулось И дошкольника Серпокрылова За руки втянули в класс Серпокрылыч, ты был прав Тишку, то есть песца надо спрятать Возьми веревку И потихонечку, как только начнется Ага Полностью Сделаю Да он не сделает Конечно, слишком уж маленький Он сделает Сделаю И ведь сделал Все сделал дошкольник Серпокрылов И как раз вовремя Ни минуты покоя Не было сегодня у директора Губернаторова То набегали в кабинет Учителя То приставал с какими-то лопатами За вхоз То сам директор Торопился навести в пятом классе Необходимый порядок Особо много хлопот Доставили директору двоечники На третьей переменке Директор устроил в своем кабинете Настоящее собрание двоечников Двоечники выстроились По росту у книжного шкафа И первую минуту директор просто Прохаживался перед ними Испачканные мелом двоечники Бестолково переминались С ноги на ногу Сильно чем-то напоминая Маляров или штукатуров Всю эту бригаду Возглавляли Отпетые Белов и Бакадоров Которых впрочем Даже нельзя было назвать двоечниками Не было в школьном словаре Такого слова Чтобы обозначить Белова и Бакадорова И директор нашел такое слово Коловики Коловики Вот кто вы такие Да коли позорить вы будете нашу школу Вы наверное думаете Что я собираюсь тут с вами Хихоньки-хахоньки разводить Ошибаетесь Я сделаю из вас Настоящих людей Прямо здесь В этом кабинете Вы дадите обещание Учиться только на хорошо И удовлетворительно Даем обещание Даем обещание Учиться на хорошо И удовлетворительно Учиться хорошо и удовлетворительно Отделов двоечников по первое число, директор отутюжил каждого в отдельности и только после этого распустил их по классам Мысли директора побежали теперь по новой дороге и наткнулись на премию, которая полагалась за чрезвычайного зверя Кто же получит премию? Неужели Меринова? Да зачем же второкласснице деньги? К тому же здесь замешан Павел Сергеевич, этот дошкольник Серпокрылов А что если премию поделить? Что получится? По пятерке на брата Это чепуха Пускай Меринова пятерки на уроках получает, да? Задумался директор Глубоко задумался И задумавшись, щелкнул ногтем по глобусу Закрутился, завертелся глобус И навел директора на мысли глобального масштаба А что если... А что если получить премию и послать ее в какой-нибудь город, пострадавший от землетрясения? Вот это интересная задумка На, вот это задумочка Эх, жаль, премия маловато Побольше бы Вот бы пару-тройку песцов изловить Ну ладно Получим премию сами И купим на нее Десяток глобусов А Мериновой объявим благодарность Вот это задумка, так задумка Остается этот Дошкольник Серпокрылов Ну, тут дело проще паренной репы На будущий год, когда поступят в школу Посадим на первую парту Это будет хорошая награда Директор посмотрел на часы Через три минуты должен был кончиться последний урок Последний урок этой четверти И, наверное, подъезжал уже к деревне Ковылкино Газик со зверофермы Директор губернаторов решил глянуть еще раз На чрезвычайного зверя Вышел на крыльцо И по ступенькам, по ступенькам На пришкольный участок Он заглянул в кроличью клетку И, как вспугнутые с дороги грачи Взлетели директорские брови Дверца клетки была распахнута Пропал зверь чрезвычайной важности Исчез Растаял Кончился Кончился последний урок четверти Гуляют двоечники, троечники Отличники и хорошисты Веселись неслыханные коловики Только во втором классе не слышно было веселье Здесь стояла та самая тишина Которую называют мертвые Огромный, как гора, стоял перед второклассниками Директор губернаторов Он стоял под портретом знаменитого химика Менделеева И на плечах своих держал, казалось, грозовую тучу Тишина становилась все тише Она нагнеталась, нагнеталась И, наконец, сгустилась до такого состояния Что ее можно было уж разливать в банки Как сгущенное молоко Так Значит, вы не знаете Куда девался Песец Хм А кто ж тогда знает? Меринова И ты не знаешь, где Песец? Ну Что ж ты молчишь? Так Меринова, как видно, онемела Калинин Я Ну, а ты что скажешь? О И этот онемел Ты куда смотришь? Воробья увидал? А чего он рожи строит? Директор губернаторов кинул взгляд в окно И увидел за стеклом дошкольника Серпокрылова Который действительно строил рожи в глубину класса Тут директор так посмотрел на дошкольника Что со стройной рожей мигом превратилась в симпатичное и милое лицо И скромно скрылась куда-то вниз Так И Калинин не знает, куда девался Песец Ну, а кто ж тогда знает? Чашин? Я Фежин? Я Николаев? Ну чего сразу Николаев? Тихо Минуты через три весь второй класс стоял на ногах И молча глядел на портрет великого химика Менделеева Молчите И долго еще будете молчать? Я вас спрашиваю Павел Сергеевич? Да Павел Сергеевич, приведите дошкольника Серпокрылова Директор губернаторов попал в точку Он был мудрый человек, умел связывать концы с концами Ну вот Явился главный свидетель Ну-с, гражданин дошкольник Как вы поживаете? Дошкольник Серпокрылов почтительно отряхнул на пороге валенки И прислонился к печке Он стоял так скромно, тихо и неподвижно Что можно было усомниться Да он ли это? Дошкольник ли? Не еловый ли это пенек? И директор понял, что наконец-то попалась ему полежка послабже Директор уж взмахнул топором, чтобы расколоть его, как вдруг Около школы остановился газик со зверофермой И директор Некрасов в знаменитой пыжиковой шапке ступил на школьное крыльцо Очень и очень постным и пресным сделалось лицо директора губернаторова В глупое, в неприятное положение попал директор Посылал телеграммы насчет того, что писец в надежных руках, а получилось ерунда? Неодобрительно осмотрев свои руки, оказавшиеся не такими уж надежными Он убрал их в пиджачные карманы Садитесь, хватит стоять Павел Сергеевич, прошу вас встретить представителей зверофермы Дверь распахнулась и в класс вошел директор зверофермы Некрасов Встретились два директора и поглядели друг другу в глаза Властным был взгляд директора Некрасова Волевым взгляд директора губернаторова Встретились два директора и тесно стало во втором классе Захотелось чуть-чуть раздвинуть стены и распахнуть окна Директора крепко пожали друг другу руки Некрасов после рукопожатия руку положил в карман и уселся А директор губернатора в свою руку поднял воздух и грозно покачал пальцем Так значит, вы не знаете, куда девался песец Интересно Весь день сидел в клетке А теперь, когда приехал ответственный товарищ, он вдруг пропал А так Но мне известно, что вы его спрятали Его надо вернуть на ферму И никаких разговоров Ну Что же вы молчите, ребята? Ребятушки Песца надо вернуть Это не наш песец Он стоит больших денег и принадлежит государству А если вам хочется выращивать зверей, пожалуйста У нас есть кролики Да я просто не понимаю, почему вы не хотите его отдать Ну, объясните мне, ну Вера Вера Меринова Ну Я не спрашиваю, где песец Я хочу знать, почему вы не хотите его отдавать Не отдадим и все Потому что Никогда Ни за что Боротник и все тут Что такое? Что ты сказала? Повтори Ну, повтори же Я ничего не понял Мы песца на ферму не отдадим Из него там Боротник сделают Что? Боротник? Боротник 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 Это Что? Этот страшный пушечный выстрел Был вовсе не пушечный выстрел Это ударился об стол кулак директора Некрасова Директор Некрасов Вытянулся во весь рост И снял с головы пыжиковую шапку Второклассники, конечно, не знали Что директор Некрасов Что директор Некрасов делает это очень редко Только в самых ответственных случаях Ребята Скажите-ка, ребята Разве похож я На негодяя? Я вас спрашиваю Я вас спрашиваю Похож я на негодяя Или нет? Ну вот ты, девочка, ответь, пожалуйста Ну, что ж ты молчишь Будто воды в рот набрала Скажи, похож на негодяя Этот ответственный товарищ Или не похож? Вера окостенела И неизвестно, чем бы все кончилось Если бы в дело не вмешался Дошкольник Серпокрылов Ну, не похож, не похож Чего к ней пристали? Вот Вот и хорошо На негодяя я не похож И на живодера тоже Так вот, я вам говорю А мое слово Закон Я говорю вам А вы слушайте Этого песца На ферме никто пальцем не тронет Понятно? Ах, непонятно Ну, так я объясню Этого песца звать Наполеон Третий Понятно? Гада Наполеон Третий Его дед был Наполеон Первый А отец Второй Так вот, слушайте дальше Наполеон Третий Еще не до песок Щенок Но он очень драгоценный зверь Вы ведь заметили Какой у него прекрасный мех Таких песцов, как он На свете больше нет Поэтому никто не станет Делать из него воротник Этого песца мы будем беречь Как зеницу ока Потому что собираемся вывезти от него Новую Директор Некрасовскую породу Ясно вам? Вот это говорю вам я Директор Некрасов А мое слово Закон Ну, я не мастер много говорить Я мастер много делать Поэтому я добавлю вот что Все ребята, которых интересует звероводство Могут приходить на ферму Мы организуем Мы организуем кружок звероводов А вот эту девочку Сберем Старостой Вы сами будете ухаживать за Наполеоном И другими песцами А также норками Больше я говорить Ничего не буду Решайте Все Слова директора Некрасова Разворошили мысли второклассников Как ветер ворошит Плохо сметанный исток Разлетелись мысли во все стороны И только минуты через две Снова собрались в стаю И потекли по новому русу Никто не собирается делать из него воротнее Да, теперь мы будем ходить из звери на эфир Ну ладно Забирайте Наполеона Он в бане сидит Да здравствуй, Наполеон Третий Ура! Чепуха! Что чепуха? Да это дошкольник Серпокрылов Что он понимает? Помолки бы дошкольник Ну все это, что вы говорили И все это Чепуха! Да что чепуха? Какая чепуха? Дошкольник Серпокрылов Снял с головы Офицерскую фуражку Надо сказать, что и он Делал это в исключительных случаях Когда ложился спать Товарищи! Филька бежит на северный полюс Чего же ему в клетке сидеть? Новую породу он выведет сам по себе На северном полюсе Он сбежал с фермы И теперь бежит на северный полюс Потому что он сам северный На полюсе ему будет хорошо Хоть и холодно У него там и дети народятся Пускай он бежит на север Ну кому же охота в клетке сидеть? А потом все песцы Выберут его атаманом А ты откуда взялся такой маленький? Я дяденька тутошний Как тебя звать? Леша Так вот, Леша Откуда у тебя такие сведения? Ну с чего ты взял, что Наполеон Бежит на север? Нет А куда же тогда? Ну если он рвется на полюс Чего он тогда делает в деревне Ковылкино? Не знаешь? Не можешь ответить А я знаю Потому он и крутится возле деревни Что ему кушать хочется А сам он себе пропитание добыть не может Он родился в клетке и вырос в ней И он просто не добежит до полюса Пропадет Его разорвут собаки Или подстрелят охотники Или задавит машина Или просто он сам помрет от голода Так что у Наполеона единственный выход Жить на ферме Вот так все и кончилось Все разрешилось Директор Некрасов поставил дошкольника на место Хорошо сразу И светло стало в классе Прояснились лица Раздвинулись стены И свободно уже умещали двух директоров Кто хочет записаться в кружок с герородом? Меня! Меня за наполеоном! Меня за наполеоном! Да нельзя за всем, за наполеоном! Конечно! Надо бросить силы и на норок И на чернокурок! Да! Всем, решительно всем второклассникам Хотелось ухаживать за наполеоном Кормить наполеона Выращивать наполеона И будущих его наполеончиков В глазах второклассников Горела мечта о новой породе О Наполеоне четвертом Пятом И даже если дело хорошо пойдет О Наполеоне пятнадцатом Ура! Первый староводный! Теперь мы звероблоды Мы будем все зверей уздить Мы будем новые породы Особо ценные породы Особо ценные породы Песцов и норок разватить Раз-два, раз-два Раз-два, раз-два Раз-два, раз-два Раз-два, раз-два Не надо в жизни нам покоя Мы укрепим весь белый свет Мы, может, вырастим такое Такое пышное, большое Такое пышное, большое Такое пышное, большое Кушистое и меховое Чему названья даже нет Раз-два, раз-два На зверопервы Раз-два, раз-два На зверопервы Сирпокрылович Леш Ты пойдешь с нами на ферму? На ферму? Не знаю Если меня возьмут Давай, Леш, вместе с нами Хоть ты и дошкольник Но все-таки Пускай они забирают Наполеона А после мы будем за ним ухаживать Давай, Леш, тоже Записывайся в кружок Не знаю Если меня запишут Да, конечно, запишем Я сама тебя запишу Пойдем с нами В баню за Наполеоном Пойдем Ладно За всю свою долгую И жаркую жизнь Не видала бани Старика Карасева Такого скопления народу А заприметив Двух директоров От страха Она осела На землю Конечно, она никогда Не видала Двух директоров Сразу Да и директора Были особые Здоровые Матерые Крепкие Как белые грибы Так вот В какую тюрьму Спрятали вы Наполеона Но у нас На ферме Его получше А? В такой квартире Его крысы Загрызут А где же Наполеон? Что-то его Не видать В бане пусто Это что еще За шутки? Где песец? Где Наполеон? Вы говорили Он в бане А там пусто Он там В бане Он должен быть там Он не к нему Баню отвел Эй, сиропокрылов Где песец? Где Наполеон? Какой еще Наполеон? Я не знаю Никакого Наполеона А ну говори Где песец? Где Наполеон? Сейчас сколько времени? Половина третьего Угу Ну что ж Я думаю Он уже на полюсе Да я его отпустил На полюс У него там и дети Народятся Верно сказано Что человеческое терпение Имеет границы Лопнуло терпение Второклассников Лопнуло терпение Директоров Товарищи директора Мы ему доверяли А он отпустил Мы здесь ни при чем Это он Да школьник Закрытись базар Слушай мою команду Немедленно Окружить деревню Закрыть все входы И выходы И в мгновение ока Деревня Ковылкина Была окружена Из-за каждого кустика Баньки Сташка Выглядывали второклассники И не то что Наполеон Третий Мельчайшая курица Не вышла бы из деревни Незамеченной Директор Некрасов Сам решил обойти деревню Он пошел на север А директор губернаторов На юг И минут через десять Они уже встретились На востоке Ну Надо расспросить Местных жителей Интересная задумка Так Эй Тетушка Тетушка Ты не видела здесь Маленькую такую Ну Вроде собачонку А на кожный пес Маленькая собачонка Погоди 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 Не ругайся Это не простая собачонка А вроде Лисы Хвост пушистый С хвостом Видала Где? Да На дороге Ну так и есть Ушел по дороге Скорее к машине К машине Кавылкинская дорога Бессовестно Заслышев Кавылов На кончике На кончике Которой Виднелись Остатки Фосфора Дошкольник Дернул рычажок И стрелка Подскочила на месте Закрутилась Выискивая Север Он бежал На север От магазина До вашего дома Точно на север От вашего дома К сосне Тоже Ну и что? А то, что он Бежал на север Точно на север Тогда я взял Да и Отпустил его Вера Осторожно Шагнула на север Дошкольник Потянулся за ней Дорога На полюс Шла Оказывается Точно Через деревню Кавылкино Мимо магазина Школы Силостные ямы Мимо дома Старика Карасева И Вера Шла по ней Глядя на стрелку Компаса И удивлялась Что никто Не видит Этой дороги И не ходит По ней Как ты думаешь Поймают Они Наполеона Наполеон Уже Чу-чу Бежит Мчится Вот так Вот Смотри Вера Поглядела ему Вслед И пошла Домой Разные мысли Крутились у нее в голове И главное Решала она сейчас Что сделала в жизни Правильно И что неправильно Как только увидела Наполеона Сразу его покормила Это конечно правильно Вот потом Потом привязала на веревку Ну тоже правильно Ну чтобы не убежал А если он спешил на полюс Ведь тогда это неправильно А я ведь ничего Про полюс не знала Ну ладно Ладно Пускай веревка неправильна Сажать на веревку Всегда неправильно Но зато в овраге В овраге же все было правильно И я хорошо сделала Что позвала Павла Сергеевича А потом Наполеона Посадили в клетку Тут уж не поймешь Правильно это Или нет Как государственную собственность Его надо было посадить в клетку А если он рвался на полюс Ведь его же надо было отпустить В общем кое-что она сделала правильно Кое-что неправильно Были в жизни ошибки Были удачи Ну уж теперь Теперь я за него Не отвечаю И Вера вдруг почувствовала Что с плеч ее свалилась гора Все Больше она за писца не отвечает Оказывается Целый день Вера таскала гору на плечах А даже и не заметила Вера распахнула калитку И тут почувствовала Что здорово проголодалась Обед-то в печке Наверное уж остыл Ладно Главное гора свалилась с плеч Услыхав стук калитки Из конуры вылезла пальма Вера наклонилась Чтобы погладить ее И вздрогнула Утомленно потягиваясь Из конуры Вышел недопесок Наполеон Третий С мотоциклетной перчаткой В зубах Когда камень срывается Из горы А потом его тащат обратно Это еще куда не шло Но когда гора валится с плеч И вдруг опять залезает на плечи Это уже никуда не годится Это может человека подкосить Царственное появление Наполеона Буквально сшибло Веру с ног Она уронила портфель И пала на крыльцо Ужасную усталость Почувствовала Вера И гора Хихикая Залезла на плечи второклассницы Навалилась так, что Заболели лопатки Гордый и независимый Стоял Наполеон У входа в конуру Как мантия Сделился по земле Его императорский хвост И как символ власти Держал он в зубах Мотоциклетную перчатку Редкая выпала доля Этой мотоциклетной перчатки Удивительная судьба Свела ее с Наполеоном Закружилась перчатка В вихре событий Попала в переплеты Которые не снились Варежкам и рукавицам Наверное, страсть к приключениям Заложена была в перчатке с детства И хоть потрепали ее Покусали Она прожила яркую жизнь И если бы пришлось начать сначала Снова пошла бы тем же путем Да-да, конечно Вы помните? Я перчатка мотоциклетная На руке я у мотоциклиста Эх ты жизнь, ты моя несусветная Сколько грому в тебе, сколько свиста Редко, очень редко Рождаются на земле перчатки У которых есть в жизни Своя собственная верная постоянная линия О, мотоциклетная Ах, опять он здесь Пусть бежит на полюс От него разведутся сам Некрасивые песцы Только не в клетке, а на воле Постой-ка А ведь я его не держу Если он бежит на полюс Зачем в колору забился? У Веры закружилась голова От волнения заколотилось сердце И Наполеон пристально смотрел на Веру Будто соображал, что же она за человек Хороший или плохой Почему так странно смотрит И что собирается сделать? А ты что делаешь здесь, свободный зверь? Зачем забрался в собачью конуру? Беги, если хочешь бежать Живи в клетке, если устал Видно, не нужен тебе Северный полюс Тебя манит теплая конура Вчерашний щи Если так, я ничем помочь не могу Наполеон Третья государственная собственность И пусть тогда возвращается на ферму В конуре, быть может, лучше, чем в клетке Но такой уж большой разницы в этом нет Ладно Подожду еще пять минут Если уйдет, пусть уходит Вера подождала пять минут А потом расстегнула портфель И вынула из него веревку У школы собрались все второклассники А с ними были оба директора Как раз в этот момент Директор Некрасов произносил Небольшую, но поучительную речь Товарищи школьники Очень большую пользу государству Приносит наша звероферма Только лишь за этот год Мы сдали мехов На миллион рублей Директор Некрасов поднял руку Чтобы добавить что-то посильнее миллиона Да так вдруг и застыл С вытянутой к небу рукой Директор Некрасов глядел вдаль В глубину деревни Ковылкино Оттуда Из глубины деревни По дороге Перепаханной тракторами Медленно приближался к школе Недопесок Наполеон Третий Его вела на веревке Второклассница Вера Милинова Наполеон видел сейчас Много людей перед собой Очень много Они напряженно молчали Ожидая его А ведь должны были кричать И размахивать руками Наполеон лег на землю И закрыл глаза Кто-то подошел к нему Вдруг крепко взял за шиворот И поднял в воздух Товарищ директор Возьмите еще вот это Это? А что это такое? Это его перчатка Наполеона Перчатка? Зачем ему перчатка? Кажется, к тому же мотоциклетная Перчатку оставишь себе А ты умница Как тебя звать? Вера Вера А как ты учишься? Вера Милинова Хорошистка Да А могла бы учиться На круглое Отличное Ну что ж Ребята С этой девочки Надо брать пример Она помогла Звероферме Я хочу ей сказать Наше Звероводческое Спасибо Второклассники Затаили дыхание Ожидая, как директор Будет говорить спасибо Они понимали, что такое Важное спасибо К тому же Звероводческое Сказать непросто И сам директор чувствовал Что надо это сделать Помощнее Он набрал в грудь воздуху И Наше Звероводческое Спасибо На душе У Веры Было очень плохо Гора Наваливалась Давила Давила Выдавила из глаз Две слизинки Чтобы не расплакаться Вера сжала зубы И стала глядеть На одинокую Ковылкинскую Сосну Подпирающую небо Но вот Сосна покосилась На бок И стала Понемногу Расплываться И слилась Наконец С Ковылкинским Серым небом И дремлет Качас И снегом Сыпучим Одета Как резин Она Очень уж Рано Темнеет Осенью В деревне Ковылкина Чёрные дома Крылатые сараи Вбирают Дневной свет И прячут Его на чердак До завтра Из погребов Выползают Сумерки Но так Они коротки Что Не успеешь Посумерничать Приходит Вечер С темнотой Тихо Становится В деревне В иных окнах Горит свет А в остальных Темно Там уже Легли спать Там уже Ночь Мамаша Меринова Хлопотала Сегодня Весь вечер Гоняла Плотника То в погреб То на колодец А Вера Крутила мясорубку Готовила Начинку Для колебяки Начинки Получался Полный таз Хозяева Дома 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 Павел Сергеевич Заходите Заходите Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Я Не помешал Да что Что А вот мы Сейчас С Павел Сергеевичем Грибочки Попробуем Болвяночки А Вера Это наш Прямо герой Ох О ней Только и разговору Наполеона Поймала Ей Премию Дадут Да А мы На эту Премию Тесу Купим Крышу Перекрывать Еще бы И Толю И этого Рубероиду Гвоздей Скоп Эх Вер Ты чего Вареная Что молчишь Верыч Где ты его Поймала Он У Пальмы Был Ишь ты К Пальме Присуседился Ох Павел Сергеевич Волвяночки Хороши Ох Волвяночки А Вера Все крутила Мясорубку Плохие мысли Лезли Ей в голову Вера Гнала их От себя Так гнала Что Все выгнала И ни одной Мысли В голове Не осталось Ни хорошей Ни плохой А слесарь Серпокрылов Вместе с своим Сыном Дошкольником В этот вечер Решил лепить Пельмени Давай, бать Кто быстрее Давай Дошкольник Схватил Тестяной кружочек Чайной ложкой Положил начинки И мигом скрутил Залихватский пельмень Один ноль Так Один один Два один Три один Отстаешь А? Отстаешь Э-э-э, да у тебя начинка вываливается. Ну, где она вываливается? Да вовсе не вываливается. Кто это там? А, Вера. Заходи, Вера. Помоги ему пельмени лепить, а то он отстает. А, лучше он ему помоги. Подумаешь. А у меня они зато больше по размеру. На, Леш. Возьми перчатку. Мотоциклетную. Это тебе. Положь на сундук. Руки в тесте. Вот и все. Ничего не осталось от Наполеона. Только перчатка. Ну, что ты хмыкаешь? Чего молчишь? Считаешь, что я виновата? Зря отдала им Наполеона. Конечно. Да он вовсе не бежал на полюс. Это ты придумал? Он у пальмы сидел. В конуре. Чепуха. Забежал попрощаться. Он приличный человек. Какой человек? Зверь он. Звери не прощаются. Еще как прощаются. Он же не человек. Не человек, а тоже понимает. Значит, я виновата. Не волнуйся. Он снова сбежит. Теперь его не удержишь. За ним знаешь, как будут смотреть? Сбежит. Обязательно сбежит. Долго тянулся вечер, задерживал, отодвигал ночь. Но вот, наконец, она нахлынула на землю, погасила все окна, а в небе, над одинокой сосной, по дороге сотканной из мельчайших звездочек, медленно помчался Орион. Песцы давно уж заснули. Только Маркиз и 116-й метались по клеткам, корябали решетки и глядели, не отрываясь, на свернувшегося в клубок Наполеона. Далеко за деревней Ковылкина, за горбатыми домами и заборами, лежал северный полюс, макушка земли. Но только Орион видел, как полыхает над ним полярное сияние. На этом заканчивается повесть о недопеске Наполеоне Третьем. Добавить больше нечего, кроме того, что ровно через месяц недопесок снова сбежал. На этот раз он нигде не задерживался и наверняка добрался до Северного полюса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова